Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Преобразование коснулся работы рынка в ближайшее время. Ночь искусства спустилась на город. В каждом учреждении культуры по-разному. Как усовершенствовать работу ярмарок привозов? С таким вопросом в эти выходные обратились к предпринимателям и посетителям главного привоза в Анапе на улице Солдатских матерей. Свои предложения сельхозтоваропроизводители и анапчане озвучили специалистам межведомственной комиссии. Преобразование коснутся рынков в ближайшее время. Фермеры выложили на прилавках золотые тыквы, капусту, виноград, зелень, рыбу, мясо, творог. Организовали дегустацию колбасных изделий, сметаны, выбирая на вкус. Ярмарки-привозы пользуются у покупателей высоким спросом. Большой продуктовый ассортимент привлекает сотни анапчан. Но нареканий тоже много. Чтобы хотя бы немножко пониже цены были, все-таки дороговато. Я вот на прошлой неделе купила крен за 350 рублей килограмм. Вы представляете? Я была в шоке. Администрация города жителей услышала. На ярмарке провели комиссионное обследование. Главой администрации поставлена задача по наведению порядка на ярмарках-привозах. Сегодня мы комиссионно начали эту работу. В комиссии приняли участие санитарно-эпидемиологическая служба, ветеринарная служба района, управление торговлей, управление сельского хозяйства. Комиссия увидела множество нарушений. Неопрятные рабочие места, отсутствие холодильников для хранения мяса и так далее. Проверили документы и сертификаты на продукцию. Особое внимание на ценники. Например, творог должен быть расфасован. На ценнике обязательно должна стоять дата фасовки и срок годности продукта. Первые результаты нашей проверки неутешительные. Мы действительно видим, что здесь много грязи. Уборка совершается не в тех масштабах и сроках, которые необходимы. Многие в рабочее время не соблюдают элементарную чистоту своих рабочих мест. Также много вопросов у нас сегодня по ценам. Мы эту работу уже начали вести. На сегодняшний день на многие позиции мы цены опустили. Члены комиссии провели анкетирование среди покупателей и продавцов, чтобы выявить потребности и недочеты в работе. Проверки станут регулярными. Кроме того, сотрудник муниципалитета теперь обязательно будет дежурить на ярмарке в специально привезенном помещении. К дежурному сотруднику можно будет обратиться по любому вопросу работы рынка. Также у нас к следующей неделе уже планируется установить громкоговорительную связь на ярмарке. Это будет и музыкальное сопровождение, и также будут вслух оглашаться те цены, которые рекомендованы. Места на ярмарке предоставляются бесплатно, потому и цены должны быть ниже. Ярмарки взяты под пристальный контроль городской администрации. В нескольких километрах от Гостогаевской готовят землю под посадку новых виноградников. Старые виноградные кусты, которым уже по 40 лет, выкорчевывают с помощью спецтехники. Какие сорта планируют высадить местные аграрии, выяснили наши корреспонденты. Среди зарослей травы и кустов акации сложно заметить виноградную лозу. Здесь, в нескольких километрах от станицы Гостогаевской, в 90-х годах были виноградники. Общей площадью порядка 150 гектаров. В 94-м году аграрии еще выращивали интартную ягоду и собирали урожай, а после территорию забросили. И до настоящего момента земля пустовала, а о виноградниках здесь напоминают только бетонные колья. Сейчас на этой территории проходит работа, которую оценил заместитель главы Анапы Александр Колесников. Почти 100 человек выкорчевывают старые деревья, убирают засохшую виноградную лозу. Работает специальная техника, трактор для выкорчевывания и специальный измельчитель деревьев. Восстановление некогда плодородных гектаров займет не один год. После раскорчевки землю надо будет оккультурить, избавить от сорняков и корней, и только после этого можно будет высаживать новые виноградники. Андрей Ковальчук, генеральный директор предприятия «Возрождение», рассказал, на этой земле запланирована посадка 40 гектаров нового винограда технических и столовых сортов. В прошлом году на соседнем участке уже начала работать специальная техника. Высажено 14 гектаров виноградной лозы. Заместитель мэра Анапы Александр Колесников отметил, ведущиеся здесь работы на самом деле беспрецедентный случай, и анапские власти в свою очередь готовы оказать всестороннюю помощь таким предпринимателям. Во всех учреждениях культуры Анапы и сельских округов прошла вторая всероссийская образовательно-просветительская акция «Ночь искусств». Тема «Ночи искусств» в этом году – творчество, а девиз «Участвуй и меняйся». В городской библиотеке филиале номер два в эту ночь встретили муз искусства Древней Греции. Магазин рукоделия студия «Артхобби» представил для гостей выставку «Кукол». Участники театра студии «Пигмулеон» показали спектакль по сказке Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада», поставленный руководителем Александром Рябцом. Музыкальные номера продемонстрировали воспитанники детской школы искусств номер один. У нас библиотеки выходят на новый уровень. Мы не только выдаем и записываем книги, принимаем, но и, конечно, мы уже новые инновационные формы внедряем в работу. Вот видите, как и танцуем, и пляшем при содействии, конечно, наших творческих коллективов города-курорта. Ну, стараемся. Такие гостиные мы любим очень. Городская библиотека филиал номер два носит статус семейного чтения. Поэтому в числе приглашенных на акцию «Ночь искусств» постоянные читатели, целые династии и родители с детьми. В других библиотеках курорта прошли встречи с анапскими прозаиками, поэтами, музыкантами и коллекционерами, мастерами разных жанров искусства. Кто на свете всех милее, определили на конкурсе красоты мисс Хуторянка в станице Анапской. Четыре участницы, но взять корону сможет только одна. Конкурс включает домашнее задание, подготовленное заранее, выступления и презентации. Каждая из участниц неповторима и оригинальна. Со сцены девчонки признались, долго думали, как описать образ современной Хуторянки, ее настоящую красоту. Елизавета Королева решила совместить два образа – из прошлых времен длинное платье и моды современного мира туфли на высоком каблуке. Такие сейчас носят все современные Хуторянки. Афина Ефремова обратилась к стихам великих поэтов, чтобы подыграть образу. Мария Толкунова продемонстрировала современный наряд, а Алена Тришина решила, что джинсы – незаменимая одежда для красавицы Хуторянки. Для удобства джинсы в пору, чтобы красить в них заборы и корову подарить, чтобы кашу вам сварить. В красоте моей нет фальша, в этом убедитесь сами дальше. Красочно смотрелись подготовленные национальные танцы – татарский, танец живота и колоритный кавказский. У каждой участницы свой девиз и цель в жизни, а подготовленные заранее видеоролики презентовали увлечение Хуторянок. Все конкурсантки достойны победы, но на то и конкурс, чтобы определить самую-самую. Обладательницей короны стала Алена Тришина. Победительница увлекается рисованием, закончила художественную школу, а детская мечта Алены – стать звездой Голливуда. Вот такая она современная мисс Хуторянка. Безбарьерная среда во всех социально значимых учреждениях. Еще одним объектом, доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья, стала детско-юношеская спортивная школа «Виктория». О том, как устроена система входа в школу для особенных спортсменов, расскажет Наталья Измызгова. Анастасия Шевченко привычно заходит в здание спортивной школы, оставляет вещи в гардеробе, берет ключи. Коридоры уже знакомые, тренировки по 5-6 раз в неделю в течение трех лет. В воде и под водой Настя чувствует себя как дома. Анастасия Шевченко – бронзовый призер первенства России по плаванию. Есть только одно «но» – Настя плохо видит, но это не мешает ей вести полноценную жизнь и заниматься любимым видом спорта. Я ходила на танцы три года, на легкую атлетику, небольшой промежуток времени. Ну и остановила свой выбор на плавании. Чем больше занимаешься, тем ближе ты добьешься результатов. Идею заняться спортом подал Настя Брат, известный Анапе и всему миру дзюдоист Анатолий Шевченко. Через год Настя уже плыла на уровне первого юношеского разряда. Дело пошло, я начала больше тренироваться, больше просить часов, чтобы на тренировке Ольги Сергеевны. Она сначала не разрешала, потому что это большая нагрузка. Но со временем разрешила, она увидела, что я могу выдерживать нагрузку. Начиная заниматься спортом с 14 лет, сложностей гораздо больше, чем у начинающих маленьких спортсменов. Но Настя справляется с легкостью, с каждым этапом последующего. Настя Шевченко – гордость школы. Ее спортивная карьера только в самом начале. Настя поставила себе цель – выполнить норматив мастера спорта по плаванию и стать тренером. Надписи Брали Насте не нужны, но другим детям с нарушением зрения или слуха в здании спортивной школы будет комфортно. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения в Анапе уделяют большое внимание. В июле мы провели экспертизу, получили заключение о том, что можно сделать для людей с ограниченными возможностями. Для людей с нарушением здоровья по зрению, слуху, мы создали максимальные условия. То есть у нас есть и указатели, у нас есть и таблички на дверях с азбукой Брали и поручни. Мы увеличили высоту лестничных ограждений. Это как раз для людей, которые имеют незначительные отклонения в здоровье, состояние опорно-двигательного аппарата. Мы готовы создать группы для людей с отклонением здоровья по зрению. С начала следующего учебного года начнется набор в специальные группы для детей с отклонениями в здоровье. Виктории уверены – ни дуг, ни повод отказываться от мечты. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В пятницу 7 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 15-17, ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Вип-Парт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Вип-Арт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Вип-Арт» – клуб настоящих модниц.